все же и зонтики и грибочек работает проверка полностью смотрится это красиво когда понимаешь что там вот рядышком море в 500 метрах находится моя друзья сегодня в полном замешательстве как вообще одеваться шлепки шорты надел ветровку потому что срывается дождь я сегодня был в плюс 29 сейчас плюс 14 плюс 29 поймал в крымске потом в анапе было 24 жара стояла сейчас тучки зашли у нас вообще штормовое предупреждение на сегодня и стало прохватненько но я собирался на море хочу искупаться я хотел уже сегодня был в море в конце видео смотрите как я катался на кайте если что-то записалось то вы это увидите для второго канала купания буду снимать сегодня на пляже который покажу вам это проход к морю который получил самое колоссальное количество изменений из всех которые вообще у нас есть и один из лучших пляжей на стыке витязева и анапы поэтому присаживайтесь поудобнее берите вкусняшки мы начинаем всем привет черноморский меня зовут юрий азаровский пойдем прогуляемся здесь витязева ведь у нас высадили каштаны они уже пускают листики скоро здесь будет каштановая аллея это место называется чайка из гостевых домов у меня вот один снятый есть здесь рядышком находится пандок кавказом огромнейший привет это фиолета раньше была стройка на котором мы провели огромное количество времени но это крест на въезде витязева дорогие друзья а здесь были посажены разнообразные можжевельники и растения их тупо скоммуниздили можно так сказать не споткнулся не упал ну прям перед крестом украсть это дорогого стоит я честно поискал потому что камеры по идее есть на панораме может быть можно было найти то есть отсюда начинается проход к морю к 1 мая может даже раньше готовится во всю фиолета уже принимать своих гостей и на этом проходит действительно очень очень много разнообразных изменений мы видим эти выставляют уже экскурсионные точки занимают места столовая чайка хвалят друзья если вдруг там ели где-то здесь пишите обязательно будет интересно услышать ваше мнение сегодняшние погодные качели в 15 градусов это конечно нечто то есть хотелось уже ходить прям в трусах потому что невыносимо плюс 29 я думаю представляете что это такое и приезжая в на пусть здесь 24 потом 17 сейчас вообще 14 то есть температуры упали очень очень сильно здесь бассейн для жемчужины россии детей приводят дальше у нас с левой стороны жека солнечный тоже очень много квартир сдаются в аренду я еще раз говорю если вдруг вам надо снять в аренду жилье витязева там номер гостиница квартиры обращаемся к джанику номер телефона видите на экране он вам поможет я в этом уверен друзья и даю за него стопроцентную гарантию потому что человек уже очень много лет занимается этим и решает огромное количество вопросов наших дорогих отдыхающих эта дорога ведет по прямой на объездную направо здесь делится и уходит на пионерский проспект с левой стороны у нас медицинский центр бригантина находится я там чуть раз тест на ковид не сдал короче такого у них не было в тот момент иногда я пришел как он правильно назывался ну того что могло мне помочь сдать тест и я его так и не сдал столовая там находится под жека южным и магазинчик такой довольно таки неплохой это магазинчиков у нас уже как собак нерезанных мы спускаемся по лестнице вниз если бы мы шли с той стороны можно было через подземный пешеходный переход пройти представляете что у нас здесь есть какие вообще особенности это был первый в анапе построенный подземный пешеходный переход сейчас у нас их два один витязева один в анапской станице и ни одного нету у нас в самой анапе здесь постоянно была беда вот частично сейчас присутствует видите какие-то нехорошие люди приходят специально здесь распивают спиртные напитки бросают бутылки но раньше вот здесь было прям все завалено очень много было мусора сейчас я пришел прям чистота здесь дерево посадили это яблонька друзья но же пустила листики ну прям как игрушечная смотрится еще найти всех тех не люди которые тут рисуют все одной камерой пресечили все вопросы куполом ну что очень много как вы видите здесь собирается такого элемента молодежи который хочет вот вырезаться будем надеяться ничего плохого не пишет я как бы не все понимаю а эта музыка звучит друзья уже из паруса доносятся вот такие прям громкие звуки которые мне изначально испугали думал что там но ладно давайте теперь об изменениях уже подписались на канал поставили лайк сделали репост поделились своими друзьями а также группа вконтакте юрий озаровский я уже устал это все говорит друзья сделайте пожалуйста сделайте подписочку потому что вот хоть бы раз аудитория видео которое посмотрел зашел такой вконтакте набирает юрий озаровский подписалась потом яндекс зен юрий озаровский подписалась а потом бы еще и в telegram море оси либо через поиски юрий озаровский в принципе все ссылки есть в описании буду рад вас там видеть в общем смотрите друзья здесь были аттракционы а ужас что происходит как сказали что жемчужина россии расторгла контракты с теми людьми которые здесь устанавливали свои руки мне стало непонятно почему жемчужина россии когда это земля муниципалитета ну как говорится кто успел тот и заключил договор а вот он подземный пешеходный переход и в общем людям приходится отсюда все убирать здесь был торговый павильончик как помните его нету здесь были карусели аттракционы их собираются и увозят жалко конечно слушайте ну они здесь были так больше для маленьких деток но дочку мне очень любила здесь у нас остановка те кто будет отдыхать дружика солнечные сюда приходите уезжаете в анапу здесь были тоже варечки все сносят но администрация все приводит в принципе в тот вид которым должно здесь все быть это на самом деле прям очень хорошо потому что лучшие зеленые насаждения это знаете зачастую это происходит просто приходят другие люди начинают платить другим людям деньги посмотрим конечно как здесь все будет развиваться но хотелось бы верить лучше чтобы пространство стали озеленяемые и улучшаемые ну наверное надо вам и здесь показать то что у нас уже цветет сирень это смотрится очень красиво имеет просто невероятный аромат а еще и зеленые листики в общем почти лето-весна еще вот сейчас солнце если вот выйдет из этой тучи это будет классно я на это надеюсь пока не верю ладно идем дальше много здесь было аттракционов которые полностью все убирают и для меня честно немножко жалко потому что была такая зона с которой можно было с детьми прийти или по пути другие писали мне в комментариях что люди гуляющие здесь приходится им очень много денег тратить из-за того что дети просят как бы покататься там что-то прикупить и так далее что возможно для них будет гораздо лучше так проходить ну будем посмотреть на все этой ситуации и уже говорить о том как она будет в дальнейшем с правой стороны друзья есть туалет он остается надеюсь его отсюда не выгонят и дальше магазин продукты и вот сюда проход на перевод благодарны и на фиолета имеется с левой стороны вот эти вот торговые ряды они как видите остаются не знаю гвань господня над ними висит короче все сносят их оставляют вообще тут как бы снос всех этих парадов начался после того как вон там на углу сгорело кафе может как вы понимаете все эти строения незаконно и начались появляться вопросы том числе пожарных это какого тут они стоят здесь у нас называется место дача дольсол кстати фиолета дача дольсол там говорится помимо того что красиво со стороны смотрится там оценки такие красивые пишите если вдруг отдыхали что почем покупали сколько платили вот эти какая красота дорогие друзья как называются эти цветочки если кто-то знает напишите обязательно и пёсель охраняя пёсель не покушаешь ну то есть цветочки не переживай здесь у нас его тоже начинает выпускать листочки смотрится этот красиво не работает фонтан пожалуйста дальше дольсол уже запустил солнце выходит захочется снять кофту становится очень классно и контраста давайте вот так отойдем а вдруг мы радугу поймаем фонтан работает ночью с подсветкой здесь хорошо придешь посидишь там никто тебя не слышит ты никого из-за шумов фонтана здесь левой стороны бесплатная должна быть по идее парковка но она иногда платная иногда на нее просто не пускают вешают шнуры то есть типа моё нельзя и так далее опять еще и дождь начался . разошлась и то есть послушай на каждом газоне сидит по собаке я прям большой вопрос у нас наш главный прокурор сказал возбудить уголовное дело из-за того что бездомные собаки кстати это видите чипованная нападают на людей и конечно хотел чтобы не нападали но у меня в телеграме прям очень жесткие баталии возникли из-за того кто виноват что делать и что будет дальше в общем здесь было кафе сгорело полностью хорошо что туда дальше не ушло за забором находится жемчужина россии пионерский лагерь солнечный кстати вот именно с солнечного у меня начиналась моя работа вообще в принципе я там впервые работал зарабатывал свои деньги был диджей мил диджей поставь мой компакт-диск там не было мало лет не будем говорить сколько мы уже пытались это работать канал который чистят здесь надо ставить ограждение так как . которая тут была по продаже разнообразных сказать рыбок в копчености пиво она тоже отсюда исчезла с этой стороны тир по моему было тоже больше нету очень друзья тут все поменялось поменялось причем с такой колоссальной примутой скоростью и потому что это должно радовать с одной стороны с другой стороны как бы не знаю пишите потому что если все это засадят сделают такие тропинки там лавочки поставят фонарики красивые мусорки рядом с ними это будет как сквер на стыке витязевый анап его можно так назвать анапско-витязевским и будет местом притяжения в принципе как здесь все хотел организовать пахомут который строил здесь питьевой билет потому что это все те ринкуры по которым вы ходите дышите приходите в билет поправляете свой так сказать солевой запас и тем самым оздоравливаетесь может быть вернуться к истокам это будет очень хорошо потому что парк центральный в анапе 30-летие победы уже к этому вернули и парк только выиграл здесь же ну надо какой-то ремонт делать внутри что-то все по обсыпалось а хотя вот смотрите уже делают только сказал уже делают вот какие быстро у нас реагируют видите на критику видео поэтому всегда смотрите ставьте лайк подписывайтесь чем он больше смотрит лайк это комментирует тем больше желания наших властей что-то менять это очень важно здесь был контактный зоопарк разобрался тоже торговые павильоны в общем как я искал снесли все ну все снесли ладно не буду ничего добавлять просто интересно эти что а вам понравилось или нет то есть вот лучше бы чтобы осталось все как было или вот сейчас идем простор видим зелень еще вот какой-нибудь мурал красивый в морском стиле на этом заборе забор здесь необходим потому что за ним находятся дети раньше сети заборов не было то есть когда там дети отдыхали за ними хорошо сувидели вожатые мы приходили как местные жители ну тоже участвовали там всяких конкурсах с детьми знакомились общались было клево в детстве было гораздо все приятнее и веселее сейчас забор и забор и забор и забор страна строгого режима превратилась так само как вот здесь всю жизнь была муниципальная территория бад забор швак бам все личная парковка жемчужной россии и нет бы куда-то спрятан на территории чтобы здесь тоже красиво фонтанчики все у нас получается жемчужной россии начинается с ее парковки просто смотришь на это думаешь господи а здесь знаки кстати парковка запрещена и все здесь паркуются потому что больше негде здесь висит флагбаум и не всем сюда можно заехать ну короче грудь печаль тоска во время заездов здесь вообще оврал просто перекрывается пионерский проспект полностью здесь ходят автобусы звитезе соединяющие нас с анапой джимоты и все это стоит и все матерятся ругаются в общем пока никого не прибьют в пылу своей страсти так он и будет продолжаться в общем жемчужная россия уже работает больше месяца по моему но это пионерский проспект с правой стороны остановочка чтобы уехать в ту сторону здесь у нас раньше был остановочный комплекс его снесли на месте его построили вот такой магазин и типа внутри остановка то есть короче кто-то с подвыпердом так решил замутить чтобы и бизнес сделать и типа остановку обновили но вроде бы пока вот все зависло на таком состоянии магазина не открылись я думаю кто-то из администрации ехал как-то офигел думаю какой капитальный красавчик остановку остановку увеличил в три раза ну и себе замутить не забыл вот это вот троечку помню с самого детства приезжаешь сюда красота только она была коричневая вот сейчас ее разукрасили а может быть и раньше она была разукрашена в детстве который я помню не была разукрашена вот эта жемчужная россия здесь вот на первом этаже в этом здании находился детский садик который я ходил которым работала моя мама воспоминания здесь у нас была детская площадка которую продали под строительство разнообразно короче столько воспоминаний интересных а с этой стороны база отдыха москва теперь называется анапа вот поменяли название поменялось руководство и будем надеяться что в дальнейшем будет развиваться все и будет все хорошо ну прикольно конечно смотреть там где были высоченные тополя детские домики теперь стоят магазины и гостиницы вот как такое возможно в нашем мире то есть земля поделенная по детскую площадку детского садика прощается легким движением или ростчиком пера гостиницы и магазины ладно мы двигаемся смотрим по сторонам и будем воспринимать все как есть то есть здесь работает магазин аптека тут торговые ряды а здесь находится столовая в которой вы можете прийти для того чтобы поесть немножечко еды на пути к морю туда или обратно когда будете идти ну а тут аллея торговых рядов просто нереальное количество приходи покупай если у есть бабло и ты все готов можно конечно рискнуть не идти среди этих рядов чтобы не тратить деньги а пройти вот по вот этой коротенькой дорожки тут говорится уже кто на что учился тот там и пригодился тот там и пошел идете смотрите налево денег отдали направо особенности детьми это прям печально здесь на стыке двух рынков есть проход на другие гостиницы отсюда кстати он там видно флаги и там находится сокол пионерский лагерь здесь находится туалет и строится еще гостиница это тоже вовсе детская площадка на примут до конца этой территории доходило жалко конечно что такие площади у нас уходит под другие места здесь у нас больше шучка что-то она куда-то снеслась и еще торговые ряды летом чтобы выходили не вот так вот наискосочек коротчайшим путем здесь и перекрывается чтобы больше входили ралетов можно было больше издать в аренду это все сделано для вас так что чувствуете как за собой у вас ни одной лавочки ни одной мусорки ребят за все время пока мы идем просто тупо идем 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 и все что там едим или берем несем с собой заметили это идем дальше смотрим я конечно не что будет когда-то это все меняться и стакана заборов превратится в страну кипарисов нилан кипарис это мертвые деревья для кладбищ пускай будут тополя соус на территории красиво раньше идешь тут заборчик и проветриваемый был смотришь красиво классно сейчас вечно все грустненько и печальненько вот это место вообще прям меня больше всего радует то что две стены с обоих сторон ты идешь так смотришь по сторонам башь господи ребята что такое ладно не будем читать что пишут на заборах то меня неправильно поймут все вышел солнце стало потеплее но сейчас она в перистых облаках и на меня пытается капать дождик это не очень радует сегодня такие погодные качели которых я в принципе не ожидал о что-то впереди тут произошло сейчас как мы глянем как удивимся я уже чувствую с левой стороны у нас опять продолжается строительство так понимаю или что-то типа потому что тут все заезжено транспортом это привозили у нас дюны отсыпают щебенки пляжные территории должны превратиться в дорогу как говорится о чем еще испортить проход к морю во время того что тут всякая хрень с ней такая насыпать щебенки первая санитарная зона красота просто красота то есть они туда дальше куда-то хотят там есть там по ходу на строительство какой-то идет и дюны вот все мешают ближе ближе где будем делать дорогу давай прям по дюнам огонь почти и уже вижу что то здесь решил воспользоваться и на пляж на машинах катается следы в общем имеется не пойму я почему у нас предприниматель немножко не понимаешь что как бы не ради отеля сюда люди приезжают а для того чтобы наслаждаться нашими пляжами песчаными превращать их эти самые пляжи вместо покатушек на машинах там квадроциклах убивать дюны раскапывающего поставить какие-то вот очередной сарай да тут у которых весь уписан там объявлениями с наркотой то есть смотришь на это и думаешь господи у нас вообще в принципе как-то регулируется вот эти вот все взаимоотношения между природой человеком где-то тот самый человек который должен пресекать всю эту деятельность направлены на уничтожение наши внутри рекреационных ресурсов ради которых сюда приезжают люди ну просто где ты вот вы не поверите друзья сегодня ветер дул 10 метров в секунду в конце видео мы еще поедем на кайте с вами кататься надеюсь и море было совершенно другое все уже провел там приличное количество времени это с часик сегодня больше не успел и вот сейчас наблюдаем вместе с вами такую красоту фантастика слушайте здесь любимые мои заборы появились вижу что убирали мусор собрали в кучку и ждут наверно когда кто-нибудь придет и заберет эти кучки пляж паруса уже вынесли свои территории с правой стороны жемчужной россии и будка полиция стоит дальше на основном на пляже освещение то есть уже пляжи реализованные так как они и должны принципе быть здесь появятся тоже всякие благоустройства которые будут стараться с помощью них на вас зарабатывать деньги мне забор и честно бесят я понимаю там поставили флажки там на углах территории и чтобы вы видели что это вот территории этого они должны ее убирать это тихо лет тех тут они должны ее убирать но не как вот огораживать пространство этим гребанными заборами и рад кстати что мы подходим к морю здесь наше светит солнышко что выглядит это все гораздо более приятнее и ощущение гораздо более классное а наши пляжи фантастика радуешься и понимаешь что вот оно счастье наше морское черноморское классное прекрасное в сторону времени сюда уже мы приходить огромное количество людей получать все больше удовольствия классно как скамеечка прям морюшко красота все то есть каждому сезону она поготова здесь у нас видите расстояние в принципе по 20 метров я думаю что присутствует ну я думаю надо вам показать море какое мы сейчас то есть солнце вышло 19,6 температура воздуха а сейчас мы зайдем в водичку и посмотрим какая будет температура у нее главное чтобы меня сильно волнами не закидало иначе это будет прям печально но море чистейшее друзья мои если вдруг вы хотите посмотреть вообще как оно выглядит на второй канал есть ссылочка в описании заходите обязательно и там выкладываю купание в море что был разнообразный контент сейчас ребят ну я вас прошу распространять это видео включите жалобы на вот это действие которое там происходит отсыпка пляжи кстати там тоже возле таблеточки кто-то пошел купаться в море то есть я не один такой любитель но я пойду купаться водичка сегодня честно была одна из самых теплых и ну чтоб не соврать видно будет не видно напишите видно нет то есть вот градусник море вода не меняется температура 15 и 9 показывает то есть температура моря 16 градусов дорогие мои друзья ну а я пошел сниму куртку майку и пойду искупаюсь еще раз говорю во втором канале переходите а вы поехали со мной кататься по волнам мало ветра ребята мало но несмотря на то что ветра было мало катание удалось дорогие друзьям я прошу приехал на лиман ветер кончился сюда приехал тоже ветер кончился только зашла туча из-под тучи начала поддувать первый галст был сложный надо было прочувствовать что да как а потом уже становилось все получено к реке кадры удалось заснять чтобы их вам показать море сегодня видите не сильно волнуется небольшая волнишка где-то там сантиметров 40 50 это мелочи жизни можно получать максимум удовольствия практически как по флэту хотя после моря лиман для меня весь является флэтом оп подлетели немножечко но первый прыжок неудачно приземление именно из-за того что не рассчитал силу подъемного ветра и едем обратно какие просто кадры друзья какие горизонты с тучами ездил смотрел на взрыв где-то там идет смерч но повезло никаких природных катаклизмов не было катался не один у нас еще один соратник был но он дальше от меня сегодня так как был на серп доске вот видно его в краешке правого угла вашего экрана и море какое чистое какое но прекрасное я честно в восторге от того что сегодня происходило но как раз таки когда мало ветра иногда начинаются чудеса всякие разные такие вот и сегодня у меня получились вроде бы хорошо едешь там даже прыгаешь моментами опять полет уже получше и приземление тоже было и едем обратно на глубину море видите да меняет цвет зависимости от того сколько на него попадает света сегодня солнце выходило я такой весь счастливый и довольный вроде бы катаюсь ничего не предвещает никаких эксцессов и катаклизм но большому сожалению сильно уверенность себе иногда дает момент вот решил вам показать как выглядит под водой море вот так вот красотища лежишь себе далеко от берега и можешь показывать такие кадры хорошо что нету никаких водорослей ничего и снимаешь как супер самую лучшую рекламу для она вот небольшая волнишка мимо нее пролетаем и на берег чтобы опять возвращаться в пучину вот такой вот получается катание туда-сюда обратно о боже как приятно тут я решил подпрыгнуть и случился эксцесс я запнулся потерял доску и посмотрите что происходит когда ты на глубине без доски это конечно экшен я не все к вам показал именно возвращение доски но немножечко думаю будет понятно вода летит во все щели попадает в нос в рот потому что ты не можешь упираться в воду тебе надо при помощи твоего парашюта кайта еще вырезаться и забрать доску вот видите нахлебался напился море в сласть поэтому я и не купаюсь так часто сейчас потому что когда катаешься на кайте море у тебя везде домой приходишь начинаешь умывать песок хотя вроде бы да тут вода чистая но все хорошо что хорошо заканчивается друзья взял доску и поехали дальше еще чуть-чуть можно покататься сегодня часа катания хватило для того чтобы забить полностью все мышцы но прогулка думаю что тоже после него получилось гораздо более интересным то что море заряжает она не только забирает вашу ноги ну и дарит вам ее в огромных количествах полет поднимаем ноги и приземление в этот раз мне кажется что даже выше дюн подлетел сегодня было два очень хороших высоких прыжка потихонечку учусь надеюсь что в дальнейшем не будет получаться только получу здесь так низенько но зато хорошее приземление тут надо выбирать что лучше разворот и обратно в море вот я просто потрясаю кадрами которые создают облака на горизонте этот на глубине прыжок делал но без потери доски еще один подлет тоже видите как высоко получается эх какая красота дорогие друзья не знаю что может быть лучше чего вам посоветовать когда приезжаете на море пробуйте какие-либо виды спорта морского можно даже на гладком если вы боитесь на сапе это невероятно когда ты стоишь на воде смотришь вниз и это просто завораживает и еще один прыжочек сколько много сегодня напрыгал и смогу подснять надеюсь я только что заснял дельфинов которые хоть не знаю как получилось эти что-то красивое тут некоторые это великолепно дорогие друзья надеюсь покатались со мной очень хорошо я вам всем передаю привет черноморский с вами был юрий озаровский и для вас друзья как всегда море но вы исполните мою мечту подпишитесь на канал поставите лайк добавить во все группы которые я просил есть в описании ну и тогда ваши мечты хорошо отдыхайте все будет прекрасно в вашем мире а я пошел купаться а видео это с купанием смотрите на втором канале я озаровский анапа ссылка есть в описании а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...